Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую в этом ролике. Будут ночные, будем дальнобойчка. Наконец-то просто это произойдет, потому что, по-моему, подобных роликов я еще не делал. Сегодня с кайфом просто сядем, без светофоров, без радаров, покатаем дально, повозим большие грузы и заработаем хорошие деньги. Ну и, конечно же, пообщаемся, возможно, будут какие-то интересные ситуации там и так далее, поэтому видос обещает быть интересным. От вас, ребятки, я хочу видеть хорошую активность, давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно, не забывайте, что я играю на проекте Амазин ХРП на втором сервачке, поэтому заходите, смотрите в описании, там есть подробная информация. Я буду вас рад видеть на проекте, поэтому, если вас это заинтересовало, заходите, качайте игру и начинайте играть. Ну а для тех ребяток, которые желают сразу получить денежку, конечно же, есть мой промокод. Промокод плаканов, его можно вводить на любом серваке до пятого уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей, поэтому вводите, качайте уровень, получайте бабки, покупайте себе первую машину и квартиру. Ну а я, ребятки, вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, будет ламповый, интересный видосик. Да, не будет там какого-то экшена, хотя все может быть, я, конечно, ночью катал, но на видосе еще нет, поэтому, возможно, произойдет что-то интересное. В любом случае, видос посмотрите от начала до конца, поставьте лайк, подпишитесь, я вам буду очень сильно благодарен. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, я полностью заряжен, газончик я взял, кто не в курсе, я поставил на него неон, такой, как и хотел, статичный, красный. Да, купил его, конечно, дорого, за 50 миллионов, но оно-то выстроило, пацаны. Я считаю то, что он преобразился максимально классно и выглядит прям как булочка просто. Я уже несколько дней катаю, как бы, кто на стримы приходит и тут видел, реально очень доволен покупкой, то есть, как я и хотел, я это сделал, я доволен, я молодец. Напишите в комментариях, нравится он или нет, то есть, может быть, вы другой какой-то цвет поставили. Но я хотел поставить именно красный, потому что красный, он выглядит очень так насыщенно, ярко и довольно-таки классно выделяется. То есть, в принципе, время подходящее, как бы, люди есть, но не особо много. Я думаю, мы с кайфом сможем покатать рейсы. Самое главное, то, что не работают светофоры и радары. Все, нажимаем, пацаны, кнопочку, выбираем рейсики. На складе 98, почему бы и нет. Все, пацаны, процесс запущен. Я уже несколько раз катал ночью, то есть, там, может быть, два или три раза, как получалось. Бывало то, что хотелось, бывало то, что не хотелось, но в целом, как бы, я работал. То есть, мне понравилось, за ночь я могу заработать, там, 3-4 миллиона. Насчет того, то, что происходит ночью, ну, как бы, у меня ничего такого интересного не было. То есть, в основном, люди просто работают, либо стоят, общаются, слушают музыку. То есть, какого-то там, знаете, криминала, каких-то разборок я, как бы, не замечал. У меня ничего такого не было. То есть, я просто себе спокойно, включая музыку, когда я дально, мне никто не мешает, я никому не мешаю. Поэтому, в принципе, все хорошо. Я думаю, ребятки, такое видео должно быть на канале, потому что ночных будней дальнобойщика не было. Никогда не было. Может быть, когда-то давно, там, года 2-3 назад. Но в ближайшее вот это время ничего подобного не было. То есть, я думаю, за это можно поставить лайк. Я не знаю, нравятся вам такие ролики. Не нравится. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но давайте так, если на этом ролике будет 150 лайков, там, за 3 дня, допустим, я буду, как бы, снимать подобные ролики. И тем временем, как бы, меня уже, как бы, врезали, и я сломался. Насчет того, то, что нравятся вам такие ролики или нет, пацаны, покажите просто активностью, чтобы я понял, реально. Я, в первую очередь, снимаю то, что нравится вам. То есть, если вам это не нравится, я снимать не буду. Просто вы мне об этом скажите, понимаете. Всё, уже 2-3 привезли, понимаете. Буквально чуть-чуть прошло, всё, 2-3 привёз уже. Покатай где-то часик, может быть, полтора, чтобы вам было достаточно материала, чтобы вы сели, так, знаете, чисто взяли чайочек там, ебать, бутербродик. И с кайфом посмотрели видосик. Так, ребятки, следующий рейсик, заезжаем быстренько, так, аккуратненько, так, опа, опа. Берём, так, кнопочку нажимаем, опа. Да ты что, ой, вот эта система, ёбаный в рот, блядь. Ёбаный колдун, сука. Так, рейсика у нас здесь нету, поэтому едем на этого 2. Надо нормальные рейсы возить всё-таки, понимаете, как бы, ночь. Нужно бабойски зарабатывать, тем более, скоро обнова. Нужно капуточку, да, подкопить, понимаете. Я не знаю, вроде по заработку ничего такого нету. Ну, то есть, разницу я большую не видел по заработку, честно. Просто ночью, знаете, мало людей, свободной дороги, никто там тебя не подрежет, не врежется. Ну, хотя разные ситуации бывают. То есть, ночью просто намного комфортнее катать дально. Есть, знаете, такая своя изюминка, своя атмосфера ночная. Ветер хорю, я хуярю, как говорится, пацаны. Летим в южечку, залетаем сейчас бочком вот так вот, ляпу так, аккуратненько просто. Включаем вторую, нахуй, повышенную, пониженную, хуйнишенную. Капусточка, пацаны, нормально так лети, да, согласны вообще? О, спросик, да, есть у нас? Давайте, я думаю, поедем в лесорубы, и там, может быть, заберём со спросом рейс. Летим просто, летим на всех парах, ебать. Да ты шо, всё, 200, понимаете? Просто 200 вот так сходу. И, оказывается, он именно для работы, именно для работы кайф. Но, мне кажется, если магнум взять бы, а я думаю это сделать, есть как бы один магнум, на примете, пацаны. Так, чисто по секретику вам скажу. Это чё за сходка? Мы с Кирюхой. Я встаю чай пиво. Чё за сходка подписчиков? Вот, кстати, подъехал тот магнум, который я хочу купить, пацаны. Аккуратненько, аккуратненько, проезжай, проезжай. Опа. Ой-ой-ой. Вот это пингануло, блядь. Всё, в тотал оба, понимаете? Оба просто в тотал. Вот это пингануло, я... Вот это, в общем, я прикололся. Вроде хотел объехать, а вроде бы и... Что у тебя там, домкрат имеется? Угуясь это такое, блядь. Вот он. Ты живой? Братишка, доставай. Марк был хороший. Бах, мой хуй, блядь. Я убьюсь вот туда. Ты, кто там, ты еб. Бах, бах, бах. Марк был хороший. Блядь, пацаны. Блядь, домкрата не ма... Домкрата тоже нету, сейчас в багажнике гляну. Хех, ебать, вы разъебались. О, багажники есть. Ой, имеется, ебать, багажник. Технологии покажу. Так, домкрат использовать. Вот это, ебать, я ебу, нахуй, домкрат его. В жизни бы такие домкраты. Нормально вообще, разложились просто. Я, ебать, домкрата машину поднял чисто, аккуратненько так. 54 тысячи за рейс. Ну, в принципе, нормально, я думаю. Но здесь теперь рейсы нету нормальных. Как бы, да, вообще, полная шляпа. Поэтому, я думаю, надо ехать в литкароны, получается. Вот это я втатарился просто. Час засмотрелся. Ну, шо, момент истины. Есть тут мой рейсик или нет? Есть, родной, на ферму. Видите, как бы ночью катает, ну, может быть, 10 человек. Ну, именно дальнобойщиков. То есть, поэтому конкуренция, как бы, не особо большая. Можно спокойно рейсы брать без каких-либо проблем. Поэтому, именно в этом плане мне прям очень все нравится. Потому что, допустим, там, в обед, либо вечером, уже много людей, там, наверное, человек 50 долябойщиков работает. И достаточно проблематично найти нормальный рейс. Бывает, вообще их нету. А вот ночью самое то просто. Ну, что ж, ребятки. Прошел за час. Как бы, я заработал 800 тысяч рублей. Можно было, возможно, больше заработать. Но, в целом, результат неплохой. Как я говорил, разница катать ночью и днем не особо большая. Просто ночью намного больше рейсов. И вам не нужно будет их искать. Я продолжал катать без записи. Потому что, как бы, ничего интересного не происходило. Я просто включил музыку. Катал туда-сюда. Да, людей особо нету. Движухи никакой нету. Никаких ситуаций тоже не было. Поэтому, нечего было вам показывать. Поэтому, я не записывал. Просто катался. Заварабатывал деньги. Как бы, часик покатал. В принципе, все отлично. Как бы, все нравится. Никаких проблем нету. Кстати, надо еще целочку посмотреть. Потому что, я уже проехал так неплохо километров. Да, пацаны, целочка слетела. Получается, 89. Поэтому, было бы неплохо сейчас заехать, подчиниться. Если у вас на газоне целка 89. Берите, просто сразу чините. Потому что, он очень много будет хавать топливо. И за счет этого будете, реально, частенечко заправляться. А так, целочку починили. Полный бак залили. И вам его надолго хватит. Поэтому, имейте это в виду. Да, конечно, целку чинить будет дорого. То есть, ремки по 8 тысяч для тягачей. Ну, сумма как бы, немаленькая. То есть, получается, 6 ремок около, там, 50 тысяч. И да, пацаны, это получается ровно. Ну, как ровно? Ну, короче, полтос получается. Будем надеяться, что у нас газон починится быстро. Хотя, да, я уже сомневаюсь в этом. Потому что, мы починили два раза. И ничего хорошего не произошло. Продолжение следует... Я потратил 300 тысяч рублей. Просто на ремонт газона, чтобы два раза починить. Ну, ладно, мы дальнобойщики, мы заработаем нормально. Поэтому, в принципе, можно себе позволить. Но, немножко, конечно, неприятно, что я 300 тысяч просрал. Ну, ладно, лучше так, как бы. Мы зато починили. Бензу сейчас будет тратиться максимально, как бы, стабильно, медленно. Ну, что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Я поработал полтора часа. С кайфом просто покатался. Без светофоров, без радаров. Вам что-то порассказывал, попоказывал, там, и так далее. Не было прям таких интересных ситуаций. Просто покатался, заработал бабок, там, и так далее. Видосик получился такой интересный. Ламповый. И надеюсь, что вы здесь покажете хорошую активность. Все полезные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Ну, и, конечно же, не забывайте вводить промокод. Потому, что он вот даст 300 тысяч. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.